Веды говорят, что душа на самом деле сияет, как солнце своей красотой. И душу в близком человеке, если мы раскрываем, то тогда он и становится таким. Человек начинает вести себя как душа уже. Не как обормот какой-нибудь, а как душа, понимаете? Когда мы, что мы видим в близком человеке, таким он и становится. Не имеет значения. Вот, например, у Довженко был такой метод. Он хоть и был коммунистом, но он применил вот этот метод души, понимаете? То есть он просто собирал людей, пьяниц таких отпетых, и он с ними просто по душе разговаривал. Не о выпивке, а просто по душам, о жизни там, обо всем разговаривал с ними. И вот они общались, потом работали вместе. Два фактора, которые он применил. Труд вместе облагораживает отношения и общение. Которая не привязана ни к каким интересам. Все, поднимите руку, кто курит гашиш. Хорошо, поднимите руку, кто не курит гашиш. Все не курят гашиш. Почему все курят гашиш? Бочти все не курят. Кто-то не поднял руку, может забыл. В основном все не курят гашиш. Куда не пойдешь, везде курит гашиш. Ну вот я курю гашиш или нет? А? Я уже все, я уже списан, да? По возрасту, да? Да, здесь другая аудитория. Так, 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 интересно, интересно. Здесь другая аудитория. Так. И? Есть на улице. Темных мест, где курит гашиш. Ну-ка, ну-ка, где вот женщина, с которой общаюсь? Очень ценный разговор. Мы дворовые герои, не боимся никого. Всегда, конечно, трое, вдалеем одного. Помните этот, ну погоди, волк там шел, сам первый серий такой, пузо вперед такой. Там эти бобры проезжали, милиционеры забрали. Вам такие нравятся? Нет? Запомните, что женщина, она может выглядеть очень красивой, интеллигентной, деликатной. И все качества, божественная вся природа может быть проявлена наружи. Но в зависимости от ее взглядов на жизнь, она будет встречать себе с того слоя общества, к которому она принадлежит. Поэтому общение человека определяет его семейную жизнь. Вас не проблема встретить человека, ваша проблема очистить свое существование сейчас. Понятно? Потому что вот те люди, которые сюда пришли, именно из таких людей надо выбирать себе в жизни. И они будут выбираться, нравятся такие люди будут, когда у вас более чистое восприятие мира будет, свое внутреннее. Выбор сделан, ничего страшного, нормально. Меняйте свое внутреннее восприятие, учитесь видеть душу в человеке. У наркомана есть душа, нет? Он светлый человек, душа светлая, у него сияет, как солнце. Меня не волнует, что он считает. Меня интересует ваше мнение. У него есть душа или нет? Она сияет, как солнце внутри. Да, в тресном состоянии тогда сияет. А вот Довженко, ему все равно было, какие они были. Он просто с ними общался и все. Он в них верил. И они ему начинали верить. Вера – это духовное чувство. И также духовная сила. Вот я верю, что у вас все будет хорошо в семье. Вам легче стало сейчас? Сейчас прямо легче стало? Перевали. Я верю, что у вас все будет хорошо в вашей личной жизни. Видите, я это основывал на своей духовной силе. Не на логике никакой, а просто я пытался увидеть душу в вас сейчас. И когда я увидел эту душу, у меня появилось чувство сказать вам это. Вы душа такая спокойная, тихая. Любите одной побыть какое-то время. Ну, я говорю про душу у вас, а не про ваше поведение. Вам нравится побыть одной как-то? Вы сами себя не знаете даже. Есть души активные, есть такие спокойные. Вот вы спокойная душа. Вы вообще себя не знаете даже, видите? Вам надо внутренней жизнью заняться немножечко. Хорошо? Итак, душа имеет свою природу. Надо ее изучать. Надо садиться перед цветы, молитву читать. Надо себя хотя бы узнать для начала. Не то, что других людей. Когда человек духовное чувство испытывает, тогда он начинает, у него появляется сила менять отношения, менять судьбу. Сила в голосе появляется. Он может реально с близким человеком по-другому начать разговаривать. Другие слова, другие отношения, они очень сильно приближают. Такая речь, такие слова. Понимаете, для этого нужно на другую платформу встать. Потому что наша платформа какая? Мы выясняем отношения. Выяснять означает, давай делай, как я хочу, я буду делать, как ты хочешь. Это договоренность такая. Внешние отношения не имеют толку, не продержатся долго. Итак, отсутствие внутренней жизни не дает возможность принимать советы, советовать. И это также не дает понимания, как прояснять отношения. Отношения, смотрите, схема прояснения отношений. У нас нет отношений. Я стою на одном, а ты на другом. Да, и так далее. Вот. Как отношения прояснять? Не надо в это время ни о чем говорить. Это бесполезное занятие. Отношения проясняются через сердце. Сначала сердечный контакт надо устанавливать. Сердечный контакт установлен, отношения проясняются. Я приведу вам пример, допустим. Кто считает, что я хороший человек? Поднимите руку. Вы же меня не видели никогда в жизни. К чему вы поднимаете руку? Откуда вы знаете? Просто вы слушаете лекции, да? Вы слушаете лекции и чувствуете мое сердце. Меня как... Как будто вы меня знаете. То есть вы чувствуете меня от сердца просто. Но вы не знаете, что я там вытворяю. В клинике там... Как себя веду там на работе, дома. Вы не знаете ничего этого. Но понимаете, я хороший человек, вы считаете. Вот те, кто подняли руки, я посмотрел внимательно, вижу, тоже считаю вас хорошими людьми. Потому что правда, я чувствую этот контакт тоже. Не то, что вы только его чувствуете, а тоже его чувствую этот контакт. Это называется правильное отношение. Правильное отношение не зависит от того, что человек делает. Это его действия, эти веды объясняют. Это просто влияние судьбы. Просто человека напрягает судьба, он иногда делает так, иногда сяк. Но в целом, если люди по сердцу сердечно настроены друг на друга правильно, то тогда они способны вместе побеждать судьбу. И меняется жизнь людей в результате этого сердечного контакта, который основан на правильном слушании. Слушании с верой. Слушании голоса сердца. И в семейных отношениях это труднее сделать. Лекции слушать легче, установить сердечный контакт. В семейной жизни труднее. Потому что мы не то слушаем каждый день от своего близкого человека. У нас разрушаются отношения в результате влияния эгоизма друг на друга. Но если вы начнете в сердце делать то же самое, что во время слушания лекций, просто сердечный контакт устанавливать с человеком, то вы увидите, как поменяется ваша жизнь. И так же отношения потом начнут меняться. Первое, чтобы почувствовать, что вы не реагируете уже так сильно на боль, которая возникает в результате грубости близкого человека. Для вас это уже не так болезненно будет. Сердечный контакт установлен. Легче жить сразу в отношениях, сразу легче. Поднимите руку, кто это уже почувствовал. Видите, уже многие знают, что это такое. То есть, тактика прояснения отношений. Сначала сердечный контакт, А потом, дальше есть определенные правила. Первое правило. Женщинам не надо говорить эмоционально. Без всяких эмоций. Эмоций как можно меньше. Эмоции закрывают сердце мужчины. Он боится эмоций. Прояснение отношений. Говорить надо очень сдержанно, эмоционально. Спокойно. Такое чувство, как будто бы ты говоришь Самой себе. Ну, то есть, самой себе обычно как человек говорит? Самой себе. Спокойно. Знает, что я услышу сам себя. Нет проблем. Надо говорить спокойно. Просто спокойно. И будет чувство такое создаваться, что как будто бесполезно так до него достучаться. Вообще невозможно. Потому что человек, когда он услышал, то это все улетело внутрь. Когда человек действительно услышал тебя, то это все улетело внутрь. И такое ощущение, как будто ты в пустоту сказал. Поэтому мы ждем реакции. Надо эмоции давать, чтобы реакции дождаться. Не надо ждать реакции. Просто говорить очень спокойно. Все должно уйти внутрь. И такое ощущение, как будто в пропасть сказал. Потому что сердце далеко. Оно спрятано там внутри. Должно уйти туда, в сердце. Бушует все внутри. Ну, давайте, давайте, рассуждайте сами. Сначала внутренняя жизнь, потом беседа. Просто остыть невозможно, потому что контакт же идет отрицательный. Даже тогда невозможно. Иногда надо уколоть чуть-чуть хотя бы. А потом остынешь уже, полегче становится. Все, слава Богу. Но потом надо раскаиваться сначала. Неправильно поступило, извиниться. Потом дальше молитва, остывание, установление сердечных отношений. А потом беседа. Непритязательно. Лучше всего, когда муж поел. После еды он самый спокойный, доступный. Поел, и надо в это время так спокойно с ним беседовать. Ненавязчиво. Самое лучшее, это когда женщина говорит мужчине про свои проблемы. Она говорит, у меня есть одна проблема. Я не могу привыкнуть, когда ты приходишь домой и в грязные обуви идешь на кухню. Не могу привыкнуть. Помоги мне, пожалуйста. Просто объясни мне, как мне внутренне настроиться, чтобы я не реагировала на это. Что вы ему сказали в это время на самом деле? Вы ему сказали, не ходи на кухню в грязные обуви. Но сказали по-другому. Вы как это сказали? Дали ему возможность самому принять такое решение. Ненавязчиво. То есть вы сказали о том, что вас беспокоит, а не о том, что он должен сделать. И вот такая беседа, это сердечная беседа на самом деле. Сердечная беседа очень труднодостижима, потому что когда человеку больно, ему хочется сказать о нем. Когда человеку больно, разум благости, ложное эго в благости перестает работать, ложное эго в невежестве начинает работать. То есть истинное эго перестает работать, ложное эго начинает работать. И в этот момент человеку хочется, ну, хоть немножечко уколоть, ну, хоть чуть-чуть. Это нормально, это так действует природа просто, ничего с этим не сделаешь. Но если вы хотите, чтобы он понял, вот когда вы колете, он не поймет точно. Но если вы хотите, чтобы он понял, тогда надо. Вам кажется, ну, это же элементарно, не ходить на кухню в грязную обувь. Коню понятно, что так надо жить. Из-за этого тоже проблемы, потому что женщины, им кажется, очевидны многие вещи, которые мужчинам трудно понять. Как вы думаете, что мужчина не понимает, что не надо ходить на кухню в грязной обуви? Понимает. Теперь вопрос, почему же он все-таки идет в обуви на кухню? Потому что, да, потому что он устал с работы, пришел, ему жрать сильно хочется. И он быстрее хочет посмотреть, есть что-то в холодильнике или нет. А потом уже все остальное. Понимаете? Ну, как пример просто. Как психика у мужчины работает в это время. Но если он почувствовал вашу любовь, вот эту вашу боль, то он вспомнит в этот момент. Когда он шаг сделал, то он вспомнит, и он все-таки снимет ботинки для того, чтобы вас не беспокоить. Понимаете, да, идею? Ну, идея заключается в том, что прояснение отношений нужно проводить и мужчине, и женщине. Мужчине не надо демагогию читать женщине вообще. То есть не надо, мужчина не должен ей рассуждать с позиции философии вообще. Объяснять, доказывать, почему это так. Женщине нужно ничего доказывать, потому что она все принимает сердцем. Или не принимает сердцем. Женщине нужно объяснить просто. Просто объяснить чисто. Что у меня есть одна трудность. Одна, понимаешь? Трудность заключается в том, что я очень устаю, когда прихожу с работы. Очень устаю. И мне очень трудно в это время уделять тебе максимум внимания. Я понимаю, что ты меня ждала, когда я приду с работы. И ждала, что я тебя обниму, поцелую. И буду очень ласковым с тобой. Я это понимаю прекрасно. Но мне очень трудно это сделать, потому что я очень устаю с работы. И мне нужно какое-то время, чтобы просто под душ встать, отдохнуть. А потом уже я смогу тебе уделить внимание. Ну, то есть, надо говорить о своих чувствах мужчина. Но когда мужчина устает, и жена как бы его третирует еще. Смотрите, картина такая. Мужчина устал и с работы приходит. Он смотрит на жену. Там говорит, слушай, дай что-нибудь пожрать, так устал. А она ждала от него чувств в это время. И она фыркает такая, ну, как бы чувствует боль, что он как бы на нее не обращает внимания. И она говорит, тебе только жратва от меня нужна. Я тебе не нужна вообще, я чувствую. И, а он как это воспринимает? Что он устал и так с работы пришел, а она еще ему пистоны подливает. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что он воспринимает это как беспредел просто, как беспредел. И он начинает ругаться. Почему? Потому что ему и так тяжело. Еще она такая беспредельница, еще под ребро подсунула. Не понимает меня. То есть, видите, это не работает система. Потому что мы и так друг друга не понимаем. Есть такой анекдот. Человек стоит в очереди и как бы говорит, что продают? Шуршики. Думаю, блин, что за шуршики? Стоит, 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 всех спрашивает, говорят, шуршики. Потом купил, смотрит, правда, шуршики. Пошел домой. Ну, то есть, идея анекдота в чем? В том, что мы как бы через 5 лет совместной жизни обнаруживаем, что мы точно друг друга не знаем. Что сердца у нас далеко друг от друга стоят. Это надо прожить какое-то время, чтобы обнаружить, что это так. Чудо возникает, понимаете, вот это чудо. Что нет у нас никаких отношений на самом деле. Почему мы кричим-то друг на друга? Потому что нет связи. Вот жена не чувствует, что муж устал. Ей надо просто подавать ласку в этот момент, потому что он пришел домой. Она не понимает, что надо его сначала раздеть, в душ отправить, чтобы он расслабился, накормить. А потом он сам уже эту ласку даст. А если с него требовать ласку, то тогда тем более она пропадает. Это же естественная вещь. Вот если я сейчас кого-нибудь попрошу, улыбайтесь мне. Вы сможете улыбаться, нет? На какое-то время, если пять раз попрошу вас, уже тяжело будет. А если всю жизнь просить, так и с ума сойдешь. Это же естественная вещь. То есть мужчина наелся, расслабился, и он, естественно, жене улыбается. Кому ему еще улыбаться? Да естественно, он ей улыбается. Но когда женщина ждет улыбки, то какой результат, прямо противоположный возникает. Так видите, надо подавлять себе это чувство желания любви от близкого человека. Надо уничтожать, убирать его. Оно преодолевает с помощью внутренней жизни. Чем меньше внутренней жизни, тем больше потребностей внешней у человека. Тем больше внутренней жизни, тем меньше внешних потребностей. Больше возможности служить, отдавать уже человеку себя. И, соответственно, счастье больше в отношениях становится. Постепенно, не сразу. Там действует как айсберг. Ты отдаешь человеку, как бездомный колодец. Отдаешь, отдаешь, служишь, радуешься ему. А он такой, как типа, так и должно быть. И никакой реакции, никакого ответа. Понимаете, это длится около года, а то и два. Вот такой вот. Это сравнивается с айсбергом, который тает снизу. И сверху он такой же, все такой же. Но тает он снизу. И в какой-то момент что происходит? Он переворачивается. И как этот переворот происходит? Обычно одинаково. Когда вы уже отдавали настолько много, что вы уже устаете от этого, у вас какое-то отчаяние возникает, вы уже так не хотите близкие отношения строить. И просто по-доброму говорите. Ты знаешь, наверное, я не смогу дальше тебе вот так верно служить, потому что не чувствую я ответа. И так просто как бы не можете уже все. И он начинает потом говорить, ты на самом деле самый лучший человек для меня в моей жизни. Я никогда тебе этого не говорил, но ты такой человек удивительный. Я таких людей никогда в жизни не встречал. Я просто пользовался твоей вот этой вот добротой, но не хотел как бы подавать виду. А потом постепенно человек начинает служить уже сам. Понимаете, айсберг переворачивает самый критический момент отношений. Это нормально. Но надо заслужить. Как одна женщина мне сказала, записку написала, что я отстранилась от мужа, как вы сказали, Олег Геннадьевич, он тоже слушает мои лекции. И он мне позвонил, сказал, слушай, отстранись еще на неделю, не так без тебя хорошо, поживи неделю еще у мамы. Это значит, тот, кого отстраняться-то должен был, она его достала, уехала, тем более, еще уехал на неделю к маме. Он отдыхает, ему лучше стало. Надо служить человеку. Чтобы воспитывать человека, надо сначала вложить в него энергию любви, а не нервы ему мотать, потом отстраняться. То есть не работает система таким образом. Итак, прояснение отношений происходит с помощью спокойного голоса, не без рассуждений у мужчины, без эмоций у женщины. Просто донесение состояния внутреннего и его надо воспринимать, свое состояние, как свои проблемы. Объяснять свои проблемы. Даже если человек скажет, ну да, правильно, это твои проблемы, я согласен. Все равно в сердце у него останется хорошее чувство. Следующий этап какой? Продолжать в этом направлении двигаться, потому что сразу результата не будет. У нас в сердцах камень друг к другу, мы его не достучимся сразу. Нужно продолжать. И обычно в какой-то момент уже на уровне чисто поведенческим близкий человек начинает все-таки делать так, как надо. Хотя до конца он все равно еще не понимает, что это важно. Но просто чисто, чтобы он уже услышал, и он чисто, чтобы не беспокоить, делает тоже, как надо. Но другие способы даже услышать не дают возможности. Теперь я хочу вам сказать о том, что для того, чтобы вообще как-то развиться в отношениях, для этого нужно пройти три стадии. Обычно люди находятся все, которые просто смотрят кино, приходят с работы, смотрят кино, пьют пиво и ложатся спать. Эти все люди находятся на уровне безразличия друг к другу. Они просто наслаждаются друг к другу и им все равно в сердце, с кем я живу по факту. Они привязаны друг к другу, они ждут ласки, любви, но если посмотреть в сердце глубоко, в нем безразличны. Обычно такие люди не создают стойких отношений в виде клятвы. Они не венчаются, не расписываются. Они обычно делают гражданский брак. И объясняют это очень просто. Они говорят, мы же друг другу доверяем, что нам идти туда, в ЗАГС, выпендриваться перед кем-то еще или идти в церковь. Мы же друг другу верим, поэтому у нас вот такой вот брак. На самом деле этот брак означает, что мы друг другу не верим. И причина такого брака только одна, что люди как бы женятся, потому что одиноко. Они думают, что может быть я себе и получше найду. Причем обоюдно. Или один хочет все-таки жениться, но не прилагает достаточно усилий, потому что ему тоже неприятно, что почему-то я должен биться за отношения, если он не бьется. И заканчивается это все. Означает безразличие. Безразличные люди чаще всего друг к другу. Даже иногда люди женятся тоже безразличны друг к другу. Просто мы делаем вид, что мы друг другу нужны, и все. Это не значит, что мы нужны друг другу. Как вы думаете, в какой ситуации это проверяется классика, когда это проверяется четко и ясно становится? Классика жанра. Давайте перечислим несколько ситуаций. Когда человек сильно тяжело заболевает, близкий человек, что ему? Победу не жди. Вот. Второй случай. Это другое. Дети рождаются, это другое. Второй случай, это влюбился в кого-то. Близкий человек влюбился в кого-то. Чувства сильные вспыхнули. До свидания. С тобой у нас все закончено. Все, до свидания. Причем до свидания происходит очень быстро. без всяких проблем. Просто до свидания. Все. Дальше какие случаи? А? Теряют работу, трудности в жизни совместные. Людям трудно вместе жить. Тоже до свидания. Будем жить раздельно. Все. Ну, понимаете, не было никаких отношений. Просто не было. Хоть и казалось, что они были. Потому что отношения же в сердцах развиваются. Они не то, что отношения означают, что нам хорошо друг с другом. Это не отношения. Это взаимодействие чувств просто. Сердце глубже, чем чувства стоит. Итак, безразличные люди это неверующие люди. Неверующие люди. Большинство людей сейчас живет в нашем обществе неверующие. И поэтому создать сердечные отношения невозможно. нет внутренней жизни. Нет настройки правильной. Человек не настраивается на то, чтобы побеждать вот это все. Грязь в сердце не выскребает. Каждый день надо выскребать грязь в сердце. Вот я, допустим, сегодня, когда молился с утра, я почувствовал, что сегодня тяжелый день и мне будет трудно установить контакт с вами. Будет такое чувство, как будто вы чего-то недослышиваете. Такое чувство, как между нами будет какая-то стеночка сегодня, как вчера. Чувствуете, нет, эту стеночку небольшую? Чувствуете? Ну, вот это и есть стеночка. Видите, то есть я виноват, да? Все нормально. Дальше, следующий тип людей. Люди почувствовали просвет какой-то в своей жизни, начали заниматься духовной практикой. И когда люди начинают заниматься духовной практикой, происходит такой интересный феномен. Так как сознание человека не переключилось еще на внутреннюю жизнь, но человек уже понял, какие идеалы у него есть в жизни, какие у него идеалы. Хочу жить с верующим человеком, хочу жить среди верующих людей, хочу благородного общения, хочу, чтобы люди честно вели себя по отношению ко мне, не изменяли там, не делали то, не делали все. Смотрите, то есть, что это означает? Это означает, что я еще вообще ни одного желания по отношению к себе не имею. Все желания мои только по отношению к другим. Это называется идеалисты. Кто такие идеалисты? Это начинающие верующие. Это люди, которые постоянно долбают всех своей верой. Ну, допустим, я бросил пить. Ну, бросил пить, хорошо, молодец. Что это значит? Все должны бросить. Это первая стадия. Вторая стадия уже сострадания. Ты уже состраданием относишься, не с злобой относишься к тем, кто пьет, а состраданием, потому что чувствуешь их боли. Почему они пьют? Потому что им больно, тяжело жить, поэтому они пьют. Но сначала злоба. Почему? Потому что этот человек не приносит мне счастья в жизни, поэтому я на него злюсь. Я не пью, он пьет, гад. Видите, это не бескорыстное поведение. Поэтому женщина, которая ненавидит своего мужа, который пьет, она никогда не извыдет из этой ситуации. Потому что она не настроена на внутреннюю жизнь. Она хочет создать себе правильную ситуацию в жизни, и такие люди, они имеют идею в жизни. Это идейные люди. Идейные, которые всех долбают своей идеей. Потому что настоящие верующие люди, они не трогают никого, они над собой работают. Вот что должна женщина сделать своим сердцем, чтобы муж не пил? Она должна его принять, каким он есть. Надо с первой ступеньки на девятый этаж заходить. Прими вот мужа, какой есть. Сразу возникает вопрос, а почему это я должна его таким принимать? Потому что в этом мире не бывает ни случайностей, ни несправедливости. Вот что положено мне по судьбе, то и получила. И вот прими это все. Это объем работы. Вот прими свой объем работы, и начинай с первой ступеньки. начни с принятия этого человека. Как только примешь, он уже расслабится. Он уже почувствует сразу совесть. Вот как только ты приняла этого человека, у него совесть сразу же проснется. Ему уже тяжелее будет выпивать в твоем обществе. Понимаете? Вот чувствуете, о чем я говорю? Вот приняла девушка, женщина, приняла свой муж. Он приходит пьяный, она говорит, пойдем, мой хороший. Опять произошло, да, ну ничего страшного, пойдем. Давай спать, ложись. Не бойся, штанишки я постираю. Все, описался, ну ничего страшного, давай, ложись. Что, опять писать хочешь? Ну сейчас принесу тебе бутылочку, давай, пописи, все, ложись, давай. Все, хорошо. О, видите, хорошо, молодец, хорошо, отлично. Привыкнуть сразу возникает страх, а вдруг он, блин, вообще обнаглеет. всегда, вот это вот и есть, вот это и есть то, что всегда возникает, когда ты начинаешь правильно жить. Это шаг в пропасть, потому что мы не верим в душу, мы боимся души, мы думаем, что он обнаглеет. Сначала он расслабится, естественно. Первый эффект расслабления от такого отношения. но он будет вам благодарен параллельно, что вы его поняли, что вы приняли его боль. Дальше какой будет следующий этап? как только он почувствует вас комфортно рядом с вами, и когда он выпивает, вы можете уже его воспитывать. Если вы будете ему, когда он отрезвеет, говорить, мой хороший, я готова заботиться о тебе всегда, когда ты выпиваешь. Ну, давай попробуем бросить пить. Давай попробуем. Нам же тяжело в таком состоянии жить вместе. давай попробуем бросить. Не ты попробуй бросить, а давай мы попробуем бросить. А? А он считает, почему, что это нормально? Вы сейчас приняли его или нет? Я вот вас принял такой агрессивный по отношению к мужу. А вы приняли его или нет? Ну, моя хорошая, дышите глубже, давайте будем принимать. Вы приняли, нет? Ну, давайте, ну, вспомните святого человека. Это же вы. Это вы с прошлой жизни. Вы себя не принимаете на самом деле, не его. Вы не понимаете, что ничего случайного не бывает в этом мире. Я вижу вашу прошлую жизнь, вижу вот похожее очень ситуацию. Вы не принимаете себя на самом деле. Примите вашу прошлую жизнь. Одна женщина ко мне подошла с мужем с таким какого-то. Говорит, Олег Геннадьевич, вы можете мне рассказать про прошлую жизнь? Я говорю, могу, вон, смотри. Твоя прошлая жизнь. Она сразу узнала себя в прошлой жизни. Откровение получила. Вы получили откровение сейчас, нет? А, хороший все-таки. Нормальный. А, у вас прошлая жизнь нормальная, значит, все. То есть, принятие пошло, да? То есть, он нормально, он и пьянствует. переживайте, что он сопьет, значит, сопьется. Вы переживаете, что он сопьется, значит, сопьется. Когда мать провожает ребенка в армию, говорит, ребенок, мой сынок, я так боюсь, что тебя там прибьют, значит, прибьют. доктор, а вы мне почку не отрежете вместе с аппендицитом? Значит, отрежет. Понимаете, о чем я говорю? Или нет? Как солдаты меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек? Ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. В красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Слабость, видите, слабость. Не хочу работать, просто надо, чтобы этого события не было. Не хочу трудиться. Хотите? Как трудиться? Принятие. Принятие. А? Я понимаю вас. Ну, старайтесь дальше, продолжайте. Я тоже вас сейчас принимаю, стараюсь. Нам будем тяжело. Мы стараемся с вами. Мне тоже тяжело воспринять. Я пока не верю, что вы сможете сделать так, чтобы он бросил пить. Но я стараюсь. Это называется внутренняя жизнь. Понятно, да? до до того, до 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 Продолжение следует...